Главенство духа в иконописной мастерской Ника восстанавливают уникальные старинные иконы и оклады. Например, вот этот киот 19 века привезли в плачевном состоянии. Когда-то он украшал икону преподобного Феофила Киевского. Орнамент был выполнен рязанскими мастерами. Со временем икону утратили, а киот пришел в негодность. В результате тоже был в таком виде этот киот. Все части были разломаны, не хватало массы различных элементов, деталей не хватало. Но у нас есть отличный мастер, Роман. Он умеет и по металлу работать, и по резьбе работать. И он практически восстановил полностью этот киот. Иконописная мастерская работает в Рязани уже более 10 лет. Всему предшествовал духовный путь Елены. Она закончила художественно-графический факультет Шолоховского института. И увидев однажды в Третьяковской галерее образ спасания рукотворного, написанного Андреем Рублевым, стала другим человеком. Спустя годы она с мужем переехала из Подмосковья в Рязань. И начался новый путь художника и человека. Роспись иконостаса в храме Архангела Михаила в Михайлове стала отправной точкой для Елены, как для иконописца. Сейчас работа над восстановлением святых образов стала для художника основной. Главное, говорит мастер, проникнуться духом. Тогда удается не только отреставрировать, но и сделать настоящее открытие. Мы икону дают на реставрацию. Она написана явно уже была реставрирована, может быть, не один раз. Начинаешь скрывать ее, эту икону. Там, оказывается, 19 век. А 19 век уже, а там под 19 уже 18 век. И если уже священник действительно готов к тому, чтобы восстановить полностью авторское письмо, то доходишь даже иногда и до 16 и до 17 века. Сейчас иконописная мастерская «Ника» – это целая команда неравнодушных людей. Моя коллега, журналист Вероника Шелякина, пришла сюда два года назад. Про нее можно сказать «самоучка». Иконы стала писать после того, как попала под машину. Оставшись в живых, девушка решила написать образ ангела-хранителя. С тех пор иконопись прочно вошла в ее жизнь. Конечно, Вероника все делает, как положено, по благословению. Как раз сейчас восстанавливает редкий образ Иоанна Богослова в молчании. Сохранилось здесь не так много. Вот часть лика, рука Иоанна Богослова сохранилась, кусочек головы ангела тоже сохранился. И поэтому есть возможность восстановить рисунок и дальше уже начать устанавливать. Вот уже карандашом немножко наметили, где будет рисунок. И потом уже приступим к краскам. Кисти, краски, лупа и даже драгоценные камни – все это неотъемлемые атрибуты в работе иконописца. Здесь важно все – духовное состояние, благословение и даже настроение иконописца. Благодаря таким мастерским до наших дней доходят уникальные иконы, которые невозможно встретить даже в музее. Они хранятся в деревенских храмах или у верующих людей, которым передавались по наследству через многие поколения предков. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Большую тону.